Вот так. Хорошо. Минутку подождём. Сейчас я ещё отмечу, кого увидела. Так, олегужина. Ага, так. Так, вот Леонть его увидела. Так. Ещё кто есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Кто стоит косичкой к нам? Так, Султанбаев, Мирас. Так, ну хорошо. Кто у нас? Милова. 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 Так, ну в конце занятий я ещё раз посмотрю, кто с нами, а кто без нас. Ну пока немного, 12 вас и 13-е я. Ну я думаю, ещё подойдут. Теперь поговорим о сущности отдельных химических процессов и их роли в пищевой промышленности. Получение и хранение разнообразных пищевых продуктов сопровождаются протеканием химических процессов. Одни из них связаны с реакциями гидролиза, ну а другие с многочисленными и разнообразными окислительно-восстановительными реакциями. Это меланидиное образование, дегидратация, сульфитация, окисление и другие. Ну, надо сказать, что мы не обо всех будем говорить процессах. Что-то ещё откроется нам, ну, может быть, в продолжении, может быть, в общей технологии. Ну вот об основных уже поговорим сейчас. Итак, гидролиз. Пожалуй, самая распространённая реакция, вернее, процесс, который происходит практически во всех технологиях, приводящих к образованию тех или иных пищевых продуктов. Реакция разложения сложных веществ, белков, жиров, углеводов до более простых, под действием кислот и щелочей с присоединением молекулы воды, называют гидролизом. То есть идёт разложение, распад сложных веществ до более простых, и при этом присоединяется молекула воды. Чтобы процесс этот шёл направленно, ускоренно, выполняются добавки кислот или щелочей, они служат как бы катализаторами. Ну, надо сказать, что гидролиз – это процесс очень природный такой, естественный. Мы упоминали с вами, что есть, в принципе, два закона. Либо ты даёшь следующее поколение, либо ты служишь пищей для других объектов, которые дадут следующее поколение и продолжат свой биологический вид. Вот третьего как бы пока не найдено. Во всяком случае, эти основные два процесса, два условия, они ведут практически всю жизнь, все жизненные процессы на планете. Так вот, гидролиз относится как раз к той части, когда формируется пища. Простые соединения быстрее и проще усваиваются. Поэтому всегда есть возможность вот этого гидролиза. Ну и потом гидролиз до самого низа, до кирпичиков различных веществ, он ещё важен и тем, что в таком виде утилизируются остатки каких-то веществ. Даже, может быть, в неорганической природе, а в неорганическом происхождении природы. Вот для того, чтобы всё это было усвоено, чтобы это ушло в природу и потом дало энергию, образовало новые какие-то вещества или существа. Вот гидролиз, в общем-то, необходим. Ну, например, сахароза при нагревании с кислотами гидролизуется, образуя инвертный сахар. Вот мы уже об этом говорили. Причём лёгкость гидролиза сахарозы – это характерная особенность. И по сравнению с другими гидролизами – мальтозой, лактозой – вот сахароза как раз гидролизуется исключительно быстро. А уже инвертный сироп, производная вот этого гидролиза, обладает свойствами антикристаллизатора и очень высокой гигроскопичностью. Вот эти два свойства, они применяются в разных отраслях пищевой промышленности, особенно широко в кондитерской промышленности, при производстве, скажем, карамели, карамельной начинки, карамельной оболочки, вот с разными вещами. И применение инвертного сиропа, как чрезвычайно гигроскопичная система, поскольку это не одно вещество, тоже используется во многих отраслях пищевой промышленности. Ну вот здесь вот производство карамели упомянуто, но может быть и другой вариант, вот я уже его тоже упоминала, когда гидролизуется сахароза в производстве безалкогольных напитков. Ну, в производстве хлеба, в производстве консервов, особенно сладких, фруктовых, таких насыщенных продуктов, вот сахарно-кондитерских, опять же, изделий. Вот этот процесс гидролиза сахароза применяется и происходит во всех этих технологиях и в других. Инвертный сироп обычно получают прямо на фабрике, ну, скажем, наша кондитерская фабрика Рахат. Им поступает и патока, тоже такой многокомпонентный продукт, в котором несколько видов сахаров. И патока тоже, она и как антикристаллизатор применяется, и применяется как очень гигроскопичный продукт, добавка, скажем, какая-то. Ну, и поступает сахар, готовят сахарный сироп, добавляют органическую кислоту, ну, опять, чаще всего молочную, лимонную, простите. Ну, иногда винная поступает, но работают чаще на лимонной. Производят гидролиз и потом дальше уже вот этот инвертный сироп используют. Ну, гидролиз сахароза может играть и отрицательную роль. Например, в сахарном производстве нам нужно получить именно сахарозу, сахар. Ну, действует так. Сахарную свеклу перемывают хорошенечко, отмывают, поскольку она растет в земле от всякой грязи, песка, там, примесей каких-то. Потом, не очищая от кожицы, ее режут на стружку, строгают. Вот именно такая форма, она разрушает большое количество клеток. При получении такой формы разрушается большое количество клеток. И потом сахарозу, которая в концентрированном состоянии находится внутри клеток, накапливается в сахарном тростнике, в сахарной свекле, вымывают горячей водой. Но в соке сахарной свеклы и сахарного тростника есть и кислые элементы. Есть и сами кислоты, есть кислые соли. Вот они провоцируют реакцию гидролиза. А ведь нам нужна чистая сахароза. Поэтому диффузионный сок, ну, называют вот то, что получилось, вот эта вымытая сахароза, вода и сопутствующие вещества, говорят, диффузионный сок. Поэтому его нейтрализуют. Ну, там используются, правда, химические вещества. Бояться не стоит, потому что, в конце концов, получается просто мел. Изучать мы с вами будем технологию сахара. Ну, вот здесь, вот видите, гидролиз как раз останавливают, уменьшают по возможности температуру, снижают, насколько это возможно, быстро охлаждают сок и нейтрализуют его. Я просто смотрю. Не менее важной роль принадлежит гидролизу крахмала. При копячении с кислотами крахмал превращается, в конце концов, в глюкозу. Вот вначале, вот здесь, вот маленькая такая схемка. Видите, крахмал при гидролизе образует декстрины нескольких порядков. Амелодекстрины, эритродекстрины, ахродекстрины и мальтодекстрины. Вот два последних, они уже сладкие. И, между прочим, на мальтодекстринах, вот наша фабрика Рахат, готовит конфеты, печенье, шоколад. Что-то еще они начали недавно выпускать для диабетиков. Мальтодекстрины и в организме человека тоже постепенно дальше гидролизуются и дают глюкозу. Но гидролиз этот идет очень медленно, поэтому нет вот большого скачка содержания глюкозы в крови. Ведь более опасно для диабетиков даже не столько высокое содержание сахара, хотя выше 10-12 единиц это очень опасно, сколько вот эти вот скачки, когда организм не успевает, ну как бы нейтрализовать лишнюю глюкозу, употребить ее во благо. А напрягаясь вырабатывает дополнительные вещества, в том числе вредные и опасные, а они в свою очередь действуют на состояние сосудов, на уровень кровяного давления, вызывают выработку опять же каких-то дополнительных веществ, но которые нарушают привычное, спокойное, гармоничное, здоровое течение процессов в человеческом организме. Так, еще посмотрим. При гидролизе крахмала применяют не только органические, но и минеральные кислоты, так обычно поступают. Крахмал используется для получения спирта, но опять же спиртообразующие микроорганизмы, крахмал не сбраживает в спирт, они потребляют простые сахара, поэтому вначале нужно гидролизовать крахмал, а потом уже вот в эту гидролизованную массу, содержащую в основном глюкозу, ну может быть там какое-то количество остаточное, мальтозы, запустить дрожжи, которые, питаясь глюкозой, будут производить спирт. И есть и другие способы получения спирта, но вот такой микробиологический, прирученными спиртообразующими бактериями, это как раз то, что нужно. Спирт получается высокого качества, ну а дальше уже, конечно, еще очистка, концентрирование какое-то спирта, для того, чтобы в дальнейшем можно было его использовать не только в пищевой промышленности, но и в других отраслях. Где-то в медицине, где-то в лакокрасочной, где-то там еще как-то, но в пищевой промышленности ликероводочные изделия получают на спирте. И спиртом, ну как бы, подрабатывают, ну скажем, соки, некоторые виды напитков, там всякие наливки, настойки. Вот. Ну это тоже часть культуры, это тоже часть пищевого производства. Эти продукты относят к пищевым, хотя они дают энергию, но других пищевых веществ практически не передают организму человеку. Теперь еще один процесс, который тоже происходит очень часто, и мы не всегда можем его, ну как бы, предупредить, уменьшить, сократить, вообще избавиться от этого процесса. Ну, вы посмотрите, что это тоже нужная вещь и тоже регулируемо. Меланодийное образование – это сложный окислительно-восстановительный процесс, включающий в себя ряд реакций, которые протекают последовательно и параллельно. Но гидролиз в этом отношении гораздо проще, хотя тоже состоит из различных реакций, тоже идет под катализаторами, где-то температура действует. Все это есть и в меланодийное образование, но процесс гораздо более сложный. В упрощенном виде сущность этого процесса можно свести к следующему. Вот на первой стадии низкомолекулярные продукты распада белков, пептиды, аминокислоты, особенно аминокислоты, содержащие свободную аминогруппу, могут вступать в реакцию с соединениями, в состав которых входит карбонильная группа, например, с альдегидами и восстанавливающими сахарами. Значит, с одной стороны аминокислоты чаще всего, с другой стороны альдегиды и восстанавливающие сахара, фруктоза, глюкоза, мальтоза. В результате этого происходит разложение как аминокислоты, так и реагирующего с ней восстанавливающего сахара. При этом из аминокислоты образуется соответствующий альдегид, аммиак и диоксид углерода. А из сахара фурфурол и оксиметилфурфурол. Вот уже появились новые совершенно с разными свойствами вещества альдегид, аммиак, диоксид углерода, фурфурол и оксиметилфурфурол. Альдегиды обладают определенным запахом, от которого зависит в значительной степени аромат многих пищевых продуктов. Вот уже как бы первый итог. Появляются вещества, которые формируют аромат пищевых продуктов. Так, теперь дальше. Фурфурол и оксиметилфурфурол легко вступают в соединение с аминокислотами, образуя темно окрашенные продукты, которые и называются меланоидины. Вообще по-латыни меланос черный. Ну как бы темный, черный. Вот еще. Вот теперь уже появились те продукты, которые, ну не всегда нам нужны. Не всегда. Меланоидины темно окрашенные. Дальше. Белки тоже могут вступать во взаимодействие с сахарами, но менее активны, чем аминокислоты, так как содержат меньше свободных аминокрупов. То есть и белки тоже будут участвовать в этом процессе. Образование меланоидинов – это основная причина потемнений пищевых продуктов в процессе их изготовления, сушки и хранения. Вот это, собственно, итог меланоидина образования, процесса потемнения пищевых продуктов, изменения их окраски. Причем, посмотрите еще, что происходит это в процессе изготовления, сушки продуктов и даже их хранения. Отсюда вывод, что меланоидина образования не требует особых температур, по крайней мере высоких. Но при изготовлении температуры, как правило, достаточно высоки, но редко выходят за предел там 100-150 градусов. При сушке тоже температуры высокие, но общая тенденция по возможности снизить температуру сушки, поскольку это выгодно экономически, меньше затрат тепловой энергии. И потом, чем ниже температура сушки, тем лучше сохраняются в продуктах биологически активные вещества. И не только они. При низкотемпературной сушке сохраняется аромат, сохраняются тона вкуса продукта, ну и какие-то там красящие вещества, витамины, витаминоподобные вещества. То есть тоже вот определенная тенденция есть. Что касается хранения, большинство пищевых продуктов хранят при невысоких или даже ограниченных температурах. Ну, что-то хранят и при температурах около нуля и ниже нуля, и что-то вообще замораживают. Но это не останавливает продолжение процесса меланоединообразования. Вот он может происходить и при совсем невысоких температурах, ну в пределах где-то там 4-10 градусов. Положительные, но очень невысокие температуры. Особенно интенсивна реакция, вернее процесс, да, меланоединообразование протекает при повышенных температурах. Во время выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Но здесь, наверное, хорошо, когда образуется окрашенная корочка, да, в процессе уваривания сахарных сиропов при производстве сахарного песка. А вот тут, наверное, не очень хорошо, как Маша в мультфильме говорила своим игрушкам, поскольку если мы допустим этот процесс, то у нас будет сахарный песок не белый или желтоватый, как, в общем-то, мы, как потребители, требуем, вот, а будет что-то уже более коричневое. При сушке солода, ну, здесь процесс идет обычно при таких ограниченных температурах, и там контролируют, насколько окрашивается солод, насколько он темнеет. Поскольку продукты меланоединообразования, они, вот мы говорили, и на вкус, и на аромат влияют. И солод есть светлый и темный, и пиво есть светлое и темное. Темное пиво, вот, бархатных таких тонов, ведь это тоже результат меланоединообразования. Но контролировать надо, потому что при меланоединообразовании есть, ну, выработка, наработка, накопление таких едких, горьких веществ. И если они нам и нужны, то в очень малом количестве. А вот когда идет образование, ну, таких веществ, не то чтобы сладких, сладковатых, то, наверное, более даже приятно. При самосогревании зерна. Но здесь вот нельзя, потому что не просто зерно темнеет, а потом дальше мука будет темная, и по цепочке. Зерно перегорает, самосогревается в результате вот части реакций, происходящих в процессе меланоединообразования. Ну, а самосогревание – это путь просто к гибели зерна, как пищевого продукта, как сырья, а дальше там для мукомольной промышленности. В процессе тепловой обработки вин. Ну, в некоторых случаях вот как бы набирают тона вина, вот окраски вина, в том числе и с помощью меланоединообразования. Ну, есть вина, которые имеют такие коричневатые, рубиновые, шоколадные оттенки. Вот там тоже вот это меланоединообразование стоит у порога. Ну, все это контролируется. Ну, и, наконец, при приготовлении и рисных и помадных масс, типа крем-брюле. Ну, вообще классическое, скажем, мороженое крем-брюле, оно получается из топленого молока. А там идет реакция меланоединообразования. И вот типа этого производят и рисные и помадные массы. А вспомните, и рис, он ведь не снежно-белый, да? Он желтоватый, он коричневых тонов. Ну, там есть шоколадный и рис, там добавка идет еще. Какао-порошка. А вот просто вот эти вот тона и рисные, они как раз формируются в результате меланоединообразования. Но не всегда оно нужно. Вот кое-что я сказала, что не всегда оно нужно. И потом дальше мы посмотрим, а как вот этот процесс предупредить, как его избежать. Реакция меланоединообразования сопровождается потемнением продуктов, пюре, соков, повидла, которые наблюдаются при длительном нагревании этих продуктов при высокой температуре, а также при фасовании в горячем виде и хранении при повышенной температуре. Вот это стараются избежать. Ну, конечно, пюре, оно получается из разных фруктов, ягод, ну, иногда там овощное пюре какое-то, и оно должно иметь окраску вот того сырья, из которого оно получено. Или, может быть, ну, немножко погуще, такая более выраженная окраска. Но, опять же, не допускают длительного нагревания при высокой температуре. Пюре варят под вакуумом. Температура уже не 100 или чуть выше 100, а только 70 градусов. Фасуют вот эти вот все продукты пюре, соки, повидла при контролируемой температуре. Но пюре и сок повыше температура будет, может быть, где-то и 85. А вот повидло при 60 градусах, оно густое, оно очень сладкое, и если оно потемнеет, а бывает так, что темнеет настолько сильно, что прямо вкус и запах пригорелого продукта. Этого тоже нельзя допустить. Ну, соки обрабатываются, как правило, очень быстро, а вот пюре и повидло обрабатывают под вакуумом. Повидло варят под вакуумом. Джемы, варенье, конфитюры – все тоже обрабатывают при невысоких, температурах, ну, в пределах где-то там 65-75 градусов вакуумные аппараты, и дальше тоже дают время остыть до двух часов, и фасуют, как правило, при температуре, ну, где-то в пределах 60-65 градусов. Хранение всех пищевых продуктов идет при температурах, ну, ближе к комнатных, примерно от 10-15 до где-то 18 градусов. То есть это не повышенная температура. И нельзя на солнце, потому что оно будет греять продукт, еще и дополнительно, вот как бы усиливать вот эти реакции меланидинообразования. Ну, а в ряде производства пищевых продуктов создают специальные условия для меланидинообразования. Я вот уже упомянула это, ну, еще раз скажем, в хлебопечении для получения пшеничного хлеба, приятного вкуса, аромата и с румяной корочкой. Ну, и при выпечке других изделий тоже вот где-то передерживают немножко продукт, повышают температуру, ну, в пределах, иначе горей будет тоже плохо. Вот, ну, так, чтобы создать корочку вот такую более румяную. В корочке накапливаются продукты меланидинообразования. Так или иначе, они обладают определенной бактерицидной и бактериостатической активности. То есть корочка не только защищает продукт, ну, я уже вот сказала о формировании там вкуса, аромата, не только защищает продукт, как более плотная и сухая, но она еще и химически немножко защищает продукт от микробиологической порчи. Вот посмотрите, сколько полезного и неполезного можно извлечь вот из такого процесса. Ну, при меланидинообразовании темнеет, скажем, картофель. Общепитовцы чистят картофель, заливают его холодной водой. Ну, в некоторых случаях добавляют там химическое вещество. Это вот как минимум, да. Ну, те же сушильщики чистят картофель, морковь, лук, капусту. И предупреждают меланидинообразование, потому что можно, простите, тут мне по ходу дела пишут записки, потому что иначе при сушке очень сильно продукт будет темней. Будет у нас все сушье такое коричневого цвета. А хорошо, если оно будет желтоватое, золотистое, морковь там сохранит свои цветовые окрасы. Вот эти моменты еще раз. Так, сколько у нас тут осталось? Мы зашли с вами 10.40, ну, нас не предупредили, но мы немножко прошли. Теперь вот еще один процесс – дегидратация. Ну, по самому названию это потеря молекул воды, да, дегидратация. Одна из реакций, которая тоже протекает в процессе меланидинообразования и связана с разложением сахаров при нагревании. То есть, когда разлагаются полисахариды и более простые сахара, отщепляется при нагревании молекулы воды. Вот тоже такой очень естественный процесс. А в то же время эта реакция может протекать самостоятельно под воздействием высоких температур на сахара, вызывая ряд их превращений. Хорошо, если бы ограничивалось только дегидратацией. Дегидратированные сахара приобретают определенную активность и способны реагировать с другими веществами, да, и между собой. Вот с белками, с аминокислотами, при меланидинообразовании, а еще и между собой, и получается карамелизация. Вот еще один момент. Характер этих превращений различен и зависит от суставового нагревания, реакции среды и концентрации сахара. Моносахариды, в частности глюкоза, при нагревании в кислой или нейтральной среде дегидратируют, то есть разлагаются с выделением одной или двух молекул воды и образованием ангидридов глюкозы. Эти соединения являются реакционно способными, могут соединяться друг с другом или с неизменной молекулой глюкозы и образовывать процессы конденсации или реверсии, но иногда говорят уплотнения, вот эти карамеланы, карамелены и карамелины. Тоже вот это вот целый процесс, который ведет, ну если бы к образованию карамели. Нет, эти вещества, ну к карамели имеют только отношение по части вот близких таких названий, да. Вот эти вещества другой природы, они представляют собой, ну как бы полимеры своеобразные, такие уплотненные, вот именно уплотненные вещества, получаемые из остатков дегидратированных сахаров. Ну вот здесь вот опять же есть такая реакция, что именно получается. Продукты разложения обладают различными свойствами и тоже, смотрите, вот из сахарозы моносахара, да, потом ангидрины и опять же этот оксиметилфофурол. Мало того, что он в принципе небезопасен для организма человека, он еще и образовывает в дальнейшем кислоты, вот они, муравьиная и левулиновая, которые опять же оказывают на продукт и в дальнейшем на организм человека, ну не самое положительное воздействие. Ну, продукты разложения сахаров, вот этой дегидратации и дальнейших изменений обладают различными свойствами. Ну вот тут вот сказано, мы уже тоже о них немножко упомянули. Оксиметилфурфурол, красящие гуминовые вещества, повышают цветность продукта, значит, в какой-то степени влияют на окраску, да, гигроскопичность продукта, но отрицательно влияют на качество сахара и карамели. Эти продукты способны задерживать кристаллизацию сахара из карамельной массы и не оказывают влияния на гигроскопичность и цветность готового продукта. Вот тут тоже есть момент такой. Ну вот я вот это вот еще немножечко прочту, обращу ваше внимание. Эти свойства сахаров учитывают при разработке параметров технологических процессов для предотвращения потемнения готового продукта в сахарном производстве. Вот тоже упоминалось. Уваривание сиропа производят в вакуумаппаратах. Вот когда уже очищенный вот этот сахарный сахаронный сироп пытаются, стараются перевести в кристаллическую форму, мы что-то с вами сахар-песок требуем, да, то уваривание производят в вакуумаппаратах, чтобы белый сироп получался, белый сахар. Или посмотрите, вот покупаете сахар, иногда сахар-песок попадается такой желтоватый немножко. Значит, вот мы немножко упустили, но не мы, технологи, да, и получился и сироп, и кристаллы сахара, вот они с желтинкой. Правда, их там пробеливают, промывают дополнительно, но иногда в торговлю поступает вот такой чуть желтоватый сахар-песок. Он абсолютно безвредный, он сахарный, он достаточно сладкий. Вот ничего такого плохого, она вроде бы и нельзя сказать, но тем не менее это недоработка, некоторое нарушение возможной правильной технологии. В производстве карамели, карамельный сироп уваривают специальных змеевиковых вакуумаппаратов. Это не только снижает продукт, температуру, простите, уваривание, и сокращает длительность процесса. И вот эти все процессы дегидратации и дальнейшего изменения сахаров просто не успевают произойти. Получается, карамель, ну вот опять же, белых тонов, она тоже не всегда снежно-белая, но обычно ее просто подкрашивают. И не для того, чтобы сделать так, чтобы она все-таки была без вредных и опасных веществ, продуктов изменения сахаров, ну еще и для того, чтобы привлечь потребителей, ну в некоторых случаях, может быть, обогатить чем-то, добавляют, скажем, ягодные соки. Ягодные соки всегда богаты минералами и витаминами. Ну витамина где-то есть потери при тепловой обработке, конечно же. Она не стопроцентная, но есть. А вот красичие вещества, как правило, сохраняются. И сохраняется вот этот фон разнообразных минеральных веществ. Так что подкрашенная карамель – это, ну в общем-то, более полезная вещь. Так, мы приостановимся с вами, но будем продолжать. Будем продолжать частично на практических занятиях. Вот, ну что-то, может быть, еще уйдет дальше на следующую лекцию. У нас с вами одна неделя, там будут праздничные дни. Ну как бы среда, ну я никогда не говорю, пропадет. Мы, конечно, что-то там нагоним, что-то вперед чуть-чуть прочтем. Вот, ну сейчас вот так. После извините, все время пишут, пишут, пишут что-то, и все время обращаешь внимание. Ну, вот это вот то, что важно, мы об этом будем говорить. Так, ну баллы я выставлю, наверное, попозже, что-то в четверг, что-то в пятницу. И сегодня я еще раз прошу старост прислать мне, ну не знаю, скрины, списки, вот что-то, чтобы я четко видела, кто был, кого не было. Так, 19 человек. Ну кто-то уже парочку ушли. Все, я останавливаю демонстрацию. Так. Куда подевался Кузнецов, Кузьмедий? Вот я их не вижу. Старосты, пожалуйста, сообщите мне. Субтитры сделал DimaTorzok